В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Юная родина смена, воспитанники военно-патриотических клубов пополнили ряды Всероссийского движения Юнармия. В «Импел Атом» список ВПК нашего города пополнил новый отряд, возникший на базе Сарк-ПТИ Нияумифи. Про богатырей и стрельцов уроки живой истории ко Дню Защитника Отечества прошли в объединении армир Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Торжественная церемония посвящения воспитанников военно-патриотических клубов в ряды Всероссийского детско-юношеского общественного движения Юнармия прошла у здания военкомата. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Один из самых торжественных моментов церемонии посвящения в ряды юнормейцев – выдача личных книжек каждому новому члену детско-юношеского движения. В этих книжках будут фиксировать успехи, знаки отличия, награды и звания юнормейца. Поздравить ребят со знаменательным днем вступления в новый этап жизни пришли представители администрации, военного комиссариата, духовенства и руководители военно-патриотических клубов города. Я надеюсь, что каждый из вас будет принимать активное участие в этом движении, будет показывать активные результаты, активные успехи. И в конце учебного года, когда мы будем подводить итоги, мы будем награждать все больше и больше мальчишек и девчонок. Хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас стал защитником в первую очередь себя, своих родных и близких и любил нашу Родину. Духовная составляющая, нравственная составляющая – это очень важная черта любого воина, любого защитника. Желаю, чтобы вы были достойными во всем, имели знания, способности и были прекрасными, добрыми, хорошими, отзывчивыми, любящими, чтобы ваша душа тоже была прекрасна. Мальчишки и девчонки прочитали торжественную клятву юнормейца. Ребята пообещали быть верными своему долгу, защищать слабых, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам и служению своей стране. Новые члены движения четко понимают свою задачу и осознают всю ответственность, которую предполагает почетное звание юнормейца. Юнормейц – это человек, который делает сам добрые дела, который сам на это подписался. Это человек, который служит Родине, он ее не предает, который делает благие дела. Буду участвовать в разных конкурсах, буду ходить на разные мероприятия, также буду участвовать на разных парадах. Ну, что дальше уж будет, мы узнаем. Став юнормейцем, я смогу быть помощником, служить Родине, любить ее, защищать старых, молодых и всех. Торжественная церемония посвящения в риды юнормии завершилась под гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24. Военно-спортивный отряд «Вымпел Атом» уже полгода действует на базе с РФТИ Нияо Мифи. В его состав входят и студенты, и школьники. Ребята занимаются медицинской и физической подготовкой. Спасательным делом, тактикой участвуют в патриотических акциях. Подробнее о деятельности отряда расскажем в следующем репортаже. Возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций. Вырастить поколение доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны граждан. В России в целом и в Сарове в частности набирает популярность юно-армейское движение и военно-патриотические или спортивные отряды. В этом учебном году список ВПК нашего города пополнил новый отряд, возникший на базе с РФТИ Нияо Мифи. Ребята, студенты, которые появились, решили связать свою жизнь с военным направлением, поступить в высшие военные учебные заведения. В том числе, конечно, сейчас это на этапе, скажем так, зарождения таких мыслей, но тем не менее они это допускают и моя задача здесь их поддержать. В задачи руководителей входит открытие новых направлений. Например, к уже знакомым и традиционным занятиям по строевой, огневой и физической подготовке, сборке и разборке автоматов, недавно добавилась тактическая медицина и навыки тактической подготовки, ведения боев. Теоретическая подготовка также присутствует. Ну, прежде всего, естественно, это медицина, это исторические какие-то составляющие, этому мы тоже большое внимание уделяем. Естественно, вопрос пожарной подготовки для нас, он, конечно, специфический, но мы его тоже очень часто берем, потому что есть ребята, которым это нравится. Ну, если есть, как говорится, спрос, то приходится все это преподавать. За плечами руководителя отряда богатый армейский опыт. Станислав служил на Дальнем Востоке, занимался с кадетским классом в первом интернате, затем 7 лет провел в Саровской дивизии. После окончания службы на гражданке военное дело не бросил. Своим воспитанникам он старается не только дать теоретические и практические знания, но и воспитать в них патриотизм и ответственность, вовлекая в различные акции. Вступить в отряд меня сподвигло не только физической подготовкой тактической, но также и желание помогать ветеранам участвовать в различных акциях, участие в параде на 9 мая, в отчетном карауле, в возложении цветов и различных других акциях. Таким образом, я отдаю свой долг Родине. Отряд «Вымпел Атом» – место, где свои навыки и умения могут развивать не только представители сильной половины человечества. Девушки занимаются наравне с юношами, ничем им не уступая. Кстати, у воспитанниц отряда уже есть награды. Например, недавно командир отряда Ульяна Зарубицына была удостоена нагрудного знака «Юно-армейская доблесть третьей степени». Для меня, что женское, что мужское – это одно и то же, потому что мне нравится это дело. Я пришла, когда в отряд в 2020 году, мне так сгорели глаза, что мне так это все понравилось. И я решила то, что это мое, мне надо, и даже поставила для себя цель в будущем. Я хочу поступить в Академию ФСБ, и для этого я зарабатываю награды, достижения и стремлюсь к успеху, чтобы быть лучше в будущем. Сейчас отряд в «Импилатом» готовится к параду победы на 9 мая. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Женщины поздравляют своих сыновей, отцов и мужей, дарят им подарки и произносят теплые пожелания. Наша съемочная группа узнала о прекрасных саровчанах, что они пожелают мужчинам в День защитника Отечества. За ними, как за каменной стеной, вот и наступил один из самых долгожданных зимних праздников – День защитника Отечества. Сегодня принято поздравлять отцов, мужей, братьев и сыновей. Так давайте спросим у прекрасных саровчанок, что они пожелают сильной половине человечества. Мира, здоровья, счастья, любви. Забота о слабой половине женщин. Побольше заботы, да? Побольше заботы, да. А так быть счастливыми и наслаждаться. Мужество, силы духа, счастья, здоровья. Денег не желают, их зарабатывают. Собственно, все. Успехов, исполнения мечт и желаний. Хорошего здоровья, хорошего всего-всего-всего-всего-всего-хорошего. Я хочу всем мужчинам пожелать добра, а кто служит, вернуться домой. Потому что дома их все ждут. Здоровья, во-первых, мирного неба над головой, конечно же. Это желаем всем. Семейного благополучия. В общем, всего-всего самого наилучшего. Хочу поздравить. Желаю им здоровья и любить своих женщин. Самое главное, желаю им здоровья, благополучия, хорошего настроения, не увлекаться большими праздниками. Что лучше всего дарить на 23 февраля, как считаете? Я знаю, что лучше не дарить. Носки, гели, шампуни, это точно не стоит. Прям табу уже, да? Ну, наверное. Уже, наверное, все это поняли, что не стоит такого дарить. А подарки уже готовы поздравлять от своих мужчин? Ну, да. В общем, да. А какие, классические пеные носки или что-то необычное? Классическое. Все классическое. Все в одном стиле. Да, готово. Стандартные. Носки, пена для бритья. Совершенно верно. Конечно. Родственников, детей, коллег, сотрудников. А самые лучшие подарки какие? Внимание. Я здесь родилась, но живу не здесь, приехала к маме. И на 23 я буду здесь, а мои мужчины, сыновья и муж, будут там, в другом. Дистанционные подарки, дистанционные поздравления. Вы можете поздравить их, а вы поздравьте их в камеру, мы покажем, они увидят по телевизору, конечно. Своих дорогих сыновей Алексея, Николая, внука Антона и мужа Александра я поздравляю с наступающим 23-м и желаю им мира, здоровья, счастья, любви и всего-всего самого наилучшего. Музей военно-исторической миниатюры приглашает всех желающих на выставки и мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В музее можно также познакомиться с предметами быта советского периода. А также Клуб здоровья проводит для ребят уроки мужества. Уроки мужества при Клубе здоровья, Центре внешкольной работы стали традиционным мероприятием к 23 февраля. Ребята встречаются с ветеранами и участниками боевых действий. Молодое поколение должно знать героев своего Отечества и своей малой Родины в лицо, считает педагог ЦВР Вячеслав Лапашов. Для этого готовят экспозицию из портретов тех бойцов, которые погибли в локальных войнах Афганистана, Чечни и в зоне специальной военной операции. На примере конкретных людей, жителей нашего города, мы рассказываем о величии подвига русского человека, в большом понятии, Россия, которые встали на защиту своей страны. Мало кому известно, что у музея военно-исторической миниатюры есть продолжение. На небольшой экспозиции в Клубе здоровья представлены экспонаты уже гражданской направленности, игрушки, техника, бытовые предметы советского периода. Все это собирали по крупицам, приносили жители города, многие вещи из коллекции самого Вячеслава Лапашова. Немало интересного и в самом музее солдатика. Здесь XX веку посвящен не один стеллаж. Самое ценное, что посмотрев на солдатиков того или иного исторического события, можно узнать, как на самом деле выглядели войска Красной Армии и ее предводители. В музее военно-исторической миниатюры хранится даже настоящая форма периода Великой Отечественной войны. Вот тут стоит китель, десантник. Это китель 1968 год моего дяди, еще 1968 года. Представляете, я его сохранил, когда был маленьким, я в нем ходил, выпендривался, а потом вот просто сохранил его, вот он теперь у меня здесь в музее. Недавно нам принесли гимнастерку подлинник, красноармейца, именно пехотинца. Приходите в музей военно-исторической миниатюры Клуба здоровья, Центр внешкольной работы, чтобы погрузиться в увлекательный мир истории, далекой и не очень. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Какими были древнерусские богатыри, какую броню носили и чем сражались, когда основали древнерусское государство и как появилась первая регулярная армия при Иване Грозном. Все это ученики 4-го Б класса 11-й школы узнали на уроке «Живой истории» в объединении Армир Центра внешкольной работы. Сильные, смелые богатыри земли русской – невыдуманные герои мультфильмов и сказок, а реально существующие исторические личности. О том, как жили защитники Древней Руси, с кем сражались, какую броню использовали, узнали ученики 4-го Б класса 11-й школы на уроке «Живой истории» в объединении Армир Центра внешкольной работы. Я запомнила то, что в то время оружие стоило качественно, дорого. Лук стоил дороже, чем меч, потому что это была ручная работа. У богатырей наших была тоже очень хорошая защита. Они носили кафтан, шлем и перчатки. Луки были сильнее арбалетов. У воинов были специальные бронежилеты, кольчуги, шлемы. Были острые мечи. Луки стоили дороже арбалетов и мечей. Узнали ребята немало интересных фактов про рыцарей и крестовые походы. Войну со степняками, а также заглянули в ту историческую эпоху, которую в школе им только предстоит пройти – Московское царство Ивана Грозного и Стрельцов. Мы рассказываем про то, что это была самая первая регулярная армия в России, про то, что это первая военная форма, про огнестрельное оружие, про холодное оружие, то есть бердыши и сабли. Когда лекция подошла к концу и все вопросы ребята задали, наступила самая любимая для многих часть урока живой истории – интерактивная. Гости музея смогли на мгновение перенестись в другие эпохи. Примерить шлем рыцаря, перчатки богатыря или удержать в руке настоящий меч. И даже попробовали подудить в сигнальный рог. Это увлекательное путешествие ребята запомнят надолго. Мне больше всего понравилось то, что в очередной раз мне доказали то, что страна, в которой я живу, самая одна из самых сильных стран. Ну, то есть самая сильная, самая большая. Ну, то, что мы вообще не победим. То, что мы были богаты ресурсами, то, что у нас было довольно хорошее вооружение, ну и то, что все хотели завоевать наши земли, а у них это так и не получилось. Закончили встречу коллективной фотографией на память. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА